Ну что, а как вам прохождение грузинской таможни? Нам понравилось. Понравилось? Очень веселые ребята. Ну я смотрю, там кому-то не до веселья было, кто перед вами был. Перед нами людей не пустили, да. Отправили в 122 кабинет. Ладно, давайте мы сейчас переедем за туннель. И покажу, где и почем, и как оформляется страховка. Иди ко мне. Иди ко мне, на. Ай, ты моя хорошая. Грузинские собаки. Ты поела? Наелась? Все? Теперь понятно, почему не было встречного транспорта на контрольно-пропускной пункт Вале. Мы сейчас попробуем сделать диагностику автомобиля у официалов. Примут нас, не примут, не знаю. И посмотрим, что у них интересного на продаже. В наличии стоит. И какая стоимость. Нового Мерседеса в Турции. Вы раньше работали в официальном Мерседесе? Есть. Мерседесе. 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 Видел, что подобное? Нет. Я думаю, что в стране Фурмал, они все здесь. Ха-ха-ха. Пекин. Мерседесе. 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 Тебе было абсолютно отдохнуть в сутки. Колесо. Мерседесе. Мерседесе. Если это наш Газанек, то это вода. Мерседесе. Мы практически не имеем after theão. На грузинской, наше translation surf piece. все сделано. На российской стране как будто какая-то война была, я не знаю. А здесь, конечно, по-современнее будет. Вот. Дьюти-фри смотрю здесь у них. Ну, очередь небольшая. Сколько перед нами четыре машины. Ладно, ребят, сейчас пройдем досмотр на грузинской стране, покажем собаку и расскажу вам, каково оно все здесь, как проходится границу у грузин. Ну что, как вам прохождение грузинской таможни? Нам понравилось. Очень веселые ребята. Ну, я смотрю, там кому-то не до веселья было, кто-то перед вами был. Перед нами людей не пустили, да. Отправили в 122 кабинет. Тут настрой, да? Да. Это там выдают такую справочку. Это не тут, Максим, страховка? Где тебя, Анастасия? Там дальше ехать. А вот стоят чуваки. Да не-не-не, это все это. Я говорю, дальше ехать дешевле, за туннелем, сказали. Короче, сразу после прохождения таможни, сейчас зашел в магазин продуктовый поискать, кто страховку делают. И менеджер магазина говорит, а вы лучше за туннелем сделайте. Там обменники нормальные, и цены подешевле был, курс поприятнее. Поэтому мы едем немножко дальше. Все, грузинская таможня пройдена в момент. У меня единственное, что спросили в окошечке при регистрации. Нам машина раньше была на территории Грузии. Я говорю, нет. Он хорошо. Хлоп, 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 и поехали дальше. А я подошла и сказала, как правильно говорить, гамарджоба или габарджоба? И они что тебе сказали? Он говорит, гамарджоба. Ой, а что-то здесь узковато, да? Все, все стоит. Нас взяли в клещи. Не-не, куда ты лезешь-то? Ну, хочу проехать вот чуть-чуть дальше туда. Смотрите. Короче, все, да. Вот покупка еще стоит. Я же сказал, за туннелем будут меняемые цены. Что он делает этот чувачок? Какой? Да вон впереди на грузовике просто взял, вот он остановился и стоит. Ой, дальнобойщики, я понимаю, что вы с весны сидите в очереди, но что тут пить так, а? С решением делают. Они что-то финтят там конкретно. Смотри, ты к нему близко не под это. Он просто уехал куда-то в горы, я смотрю. В Нарнию. Да, да. Ладно, давайте мы сейчас переедем за туннель и покажу где и почем и как оформляется страховка. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки, куда идете? Девочки, вы куда нагрузите? Вы нагрузите? Девочки, девочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну а вот у нас страховка. Страховка вот здесь делается. Опа, опа. Так. Так, так, так. Кто взяли их вместе? Ребята, ну вот мы здесь будем делать страховку. Не будем поджимать. Ребят, встанем в стороночки. Ну все. Готово. Страховочка-то. Опачки, поймался, голубчик. короче 31 лари или 1000 рублей страховка на 15 дней это минимальный срок так что все было с поехали дальше поехали дружище как гамар джоба ты уже свой человек иди ко мне иди ко мне на ай ты моя хорошая грузинские собаки ты поела наелась все еще хочешь все давай иди гуляй мы поехали дальше но вот спустя четыре часа мы получается в часе езды от таможни вот контрольно-пропускного пункта валию не знаю правильно я сказал или нет поэтому сейчас я так понимаю проезжаем боржоми до населенный пункт все увидимся на таможне короче спустя пять часов движения по грузии после верхнего ларса едем по населенному пункту валию типа типа если валия контрольно-пропускной пункт на что такое ощущение что здесь ни хрена нет живого вообще кроме газовых труб то они мертвы не знаю яндекс показывает как дорогу серым цветом путешествие встречных нет вообще машин то есть какая-то может быть таможня средств встречных может вообще едем туда где таможня не функционирует показывает что до таможни еще 6 километров и вдалеке какие-то фонари светят может она хотя населенный пункт вали закончился короче непонятно сейчас увидим во что мы упрёмся меня больше всего смущает что нет вообще встречных машин такое ощущение что просто никто вообще с турцией грузии не едет либо таможня закрыта ёптвою неужели неужели какая-то таможня у этого как его валил вали 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 короче походу это и есть таможня да где бы мы еще лукойл увидели как не в грузии почти у границы с турцией короче все таки мы не ошиблись до контрольно-пропускной пункт вали работает подъезжаем к нему сейчас посмотрим как как пойдет процесс теперь понятно почему не было встречного транспорта контрольно-пропускной пункт вали нам сказали так турки сейчас делают у себя там какой-то ремонт какие-то ремонтные работы и ночью не пускают они значит пассажиров пассажир легковые автомобили и автобусы ничего не пускают только в дневное время суток и нас направили подсказали куда поехать на второй контрольно-пропускной пункт 128 километров отсюда как называется карцахи карцахи короче едем теперь туда в общем приключения наши они закончились по грузинской территории у меня есть а а а и а и и и и и и короче как это называется блин кпп самая южная андрюка не помнишь все забыли короче ребята лучше едьте днем через кпп вале чем на только ппп которая находится южнее я вам позже покажу его когда мы его подъедем и как раз название вспомним уже здесь дорога убитая в хлам это еще на полноприводном на пневме с нашим клиренсом как-то еще худо-бедно до прыгают по ним я вам а если у вас машинка немножко жестче и пониже не комфортно не комфортно будет ехать и когда тебя навигатор с асфальтированной дороги водит куда-то налево по грунтовке между деревьями и типа этот едешь на таможню закрадываются большие сомнения у меня яндекс такая баба просто слов нет заяц серьезно короче завез нас яндекс в лес не наезжая 10 километров до таможни вас яндекс может увезти налево в лес на грунтовую дорогу вдоль железки не видитесь на него езжайте прямо лучше по навигатору забить сразу аланию он уже не будет вести на железку поведет на кпп ну короче судя по всему этот контрольно-пропускной пункт живой около 10-километровая очередь из фор сейчас вот-вот и мы подъедем таможня карташи картачи хоть бы здесь не снять нас не отморозили не сказали ребята приходите утром ну зеленая горит и судя по всему работает заезжаем минут десять наверно проверил вин номер с документами под лобовым попросил вин номер дополнительно кузова показать где он и все готово все мы в турции друзья почти турецкую таможню вы так просто не пройдете потому что нужно делать инчурис ты понял что такое инчурис страховку надо делать страховку жесть короче ищем где делается страховка вот тут вот оформляется страховочка инчурин значит так если хотите быстренько сделать страховку то лучше с собой иметь сразу 90 лир ой 90 800 800 лир с собой надо иметь это на 90 дней вы получаете страховку но все пять минут и все готово это хорошо осталось у меня эти лиры блин с прошлой поездки в турции кроме круиз ходили да кстати переходите по ссылочке в комментариях посмотрите как мы на круизном лайнере ходили по северным городам турции все давайте мы поехали дальше надо еще подумать и в турции переночевать повезло что взял с собой птс в стрессе в новом который получил в пятигорске не было указано дата регистрация машины и птс пригодился все едем искать отель мы в турции ребята не ну конечно турецкие дороги повеселее будут но попали мы в том что у нас закончились деньги на телефонах ни у кого нет интернета не можем забронировать гостиницу и нас выручил только штатный гатом мерседеса в грузии у нас карт не было на турецкие карты здесь есть поэтому все по навигатору движемся до анталии свернем на аланию пути убить и модель там кинем хвостик на ночь увидимся с вами уже в отеле это мог богата так короче поспали бы в каком-то городе забыл как он называется на четыре буквы короче хорошо не на три бы не было у нас лиры считаться за номер мы уговорили вежливо администратора принять у нас рубли по курсу национальному и сдачу дать лирами дали ему пятерочку он нам дал сдачи там 300 чем-то лир и мы поехали дальше сейчас вот едем у нас топлива на 300 километров немножко мелочи лирами есть и думаем где бы поменять рубли пока этого не понимаем почему такое если у вас нету лир опасно мне позаботиться об этом заранее может в россии сразу поменять короче едем едем до ерзу лума ерзу лум какой-то извиняюсь за произношение турецкий не знаю попробуем там найти какой-то обменник валют и скинуть наших рублей побольше чтобы уже можно было нормально здесь как-то заправляться кушать рассчитываться за живьем дороги конечно хорошие нравится не скажу что на южном берегу крыма дороги плохие вот здесь прям классные дороги кстати обратите внимание видите вот такие как будто на обочине палки торчат черно-желтые со светоотражающими элементами а зачем они я вот сколько еду я не понимаю чтобы если ты вдруг не видишь линии обочины то ты не въехал не улетел за обочину какие функции этих балок кто знает напишите пожалуйста показать вам как у турков выполняются квартирные переезды вот ребята едут в кузове в тракторе по городу с вещами лет на 50 назад у них были такие же переезды только на лошадях с телегами трактора развивается народ видите деньги без проблем поменяли и мы увидели здесь есть официальный марседес сервис сейчас заедем посмотрим может нас примут нужно сделать диагностику уровень мочевины почему-то не показывают при том что залили под полный бак и компьютер пишет что через 700 километров машину будет невозможно завести а нам еще дала не ехать около полутора тысяч километров поэтому мы сейчас попробуем сделать диагностику автомобилю официалов примут нас не примут не знаю и посмотрим что у них интересного на продаже в наличии стоит и какая стоимость нового мерседеса в турции да вот он мерседес бэнс еще помоют если договоримся самое главное мы еще как-то объяснить что мы хотим подъехали ну ребята вот менеджер салона говорит тоже проблемы с поставками машина чипов нет вообще машины не едут вот у них цешечка стоит одна и что-то у них вот стоит еще пару таких машинок все у них нет ничего я так понимаю чтоб мерседес продавался в прошлом рестайлинговом кузове мы сделали типа night edition все и все ребята продавайте продавайте дальше я думал что проблема с машинами только в россии а в турции один в один такая же проблема вот говорит что нет чипов производство не справляется с объемом заказов и поэтому такие цены вообще чипов не прикинь к вид короче это все так повлиял это последствия к вида такой спрос на машины но новые машины не делают я имею ввиду производства новых машин тормозится да так что вот так мы все сейчас ребята до обеду за и будет машин а стиральных машин но стиральный не так страшно можно поставить руками а ехать а ехать машина стиральных ладно посмотрим может сделаю сейчас все как надо люди до кушают и будут вас ремонтировать короче все закончили закончили мы заниматься машиной первый раз я сталкиваюсь с таким сервисом на mercedes заметьте у официального дилера ребята убрали эту ошибку из-за мочевина которая возникала сполоснули нам машинку я прихожу говорю я хочу рассчитаться сколько денег надо отдать скажите пожалуйста а мне говорят дать сколько хочешь я дал 200 лир говорю но это может еще они не не все хватит нормально человек человек такой хороший очень хорошо знает русский язык говорит встречался с девушкой которая работала где-то в газпроме запомнил он газпром и вот говорит поэтому знаю русский удобно всем выдвинулись дальше я бы отправлял особо таких вот невоспитанных русских на воспитание в турцию их хорошим манерам быть научен но все мы едем дальше вечерком покажу вам какая будет гостиница когда едем ну шо андрюх как тебе сивас ну вроде получше город лучше нет автосервис mercedes и бмв короче официалы которые были в городе прошлом нам ошибку сняли но причину не решили пишет через 800 километров путь двигателя будет невозможен вот по пути заехали сивас пытаемся найти кого-то через google нашли его но пока этого чувачка на месте нет да вот такая вот как вам тема пуск невозможен через 548 километров вот такая вот экология короче через переводчик пообщались с человеком говорит заезжайте будем смотреть что у вас за проблема официалы справиться не смогли а вот отсюда чувачок сейчас будет что-то делать посмотрим-посмотрим заезжаем вот так вот ребята отапливаются холодно на печечка вы раньше работали в официальном мерседесе есть мы по пути заезжали в официальный mercedes я забыл название города они нам отключили ошибку но ничего не отремонтировали и через сто километров а снова показала эту ошибку и сидел на рога за 7 штатыш они временно вышли из строя окей фаза мучили дышка на борисах куртаную партия решили директор люблю иногда такие операции не спасает к сожалению может можно сказать что нужна замена фильтр получается мы будем отключать программа физически вырезать ничего не надо важный момент чтобы фильтр не ничего не механически не убирали а из ячусь и ларок азарова селединизом он не а не şekilde белый километр дан сон а артеку на нас она межикова на нас она у нас а он и жак тыш и стоп и динейзер дар а шалычок не всегда можно получить точный результаты закрыть программу если мы временно удалим неисправности, это также позволяет автомобиль подъемного побега, а автомобиль останется там, где вы попадете. Короче, не факт, что получится. То есть, получается, у нас сейчас два варианта решения вопроса. Либо найти механическое повреждение системы AdBlue, либо отключить AdBlue программ навсегда. Короче, расклад такой, что пишет, что AdBlue некорректно работает из-за очень сильного, из-за большого расхода, короче, жидкости. То есть, скорее всего, что повреждена целостность системы. Это мы где-то вот с тобой гоняли, и где-то что-то на что-то налетели и повредили. Есть. Поэтому у нас два варианта решения вопроса. Либо вариант найти и закрыть это отверстие, там, где еще протекает система. А второй вариант, просто отключить экологию, потому что, по сути, это надо было сделать, как купили машину, давным-давно. Ладно, друзья, не будем вас парить этой темой. Посмотрим, как еще у нас получится, и покажем чуть позже результат. Короче, сегодня мы будем вот в этом отеле. Если у вас получится в этот отель определить свою собачку, пишите. Меня это очень сильно удивит. Как нам сказали, в этом Сивасе вообще с животными не берут никого. Так, ну вот такой номерок. Грин парк, да, Андрюх? Да. Хороший номер. Большой. Короче, за 1600 релью дали еще раскладушку. Разложили, так сказать. И все. И да, для нас сделали исключение. Приняли с питомцем. Ну что, гаражный дел мастер нифига нас не отремонтировал. Примерно через 100 километров компьютер пишет, что если мы заглушим двигатель, мы больше не заведемся. А ехать нам еще... Сколько нам ехать? Пять часов. Пять часов пути еще до Алании, район Махмутлар. Поэтому машину мы больше глушить не будем. Топлива нам хватит. А завтра уже приедем, будем разбираться на сервисе с этой системой экологии, так называемой. Ну и уже по приезду покажем вам дистанционно, какую получилось снять квартиру за вменяемые деньги в самом нормальном, скажем так, русскоязычном районе. Нам, значит, до Алании еще сколько? Три часа ходу. Сейчас думаю, дай-ка гляну. Мы находимся сейчас на отметке 1050 метров над уровнем моря. Так. И температура у нас за бортом 1 градус плюс. Посмотрим, как будет меняться температура. По ходу того, как мы будем подъезжать уже непосредственно к Махмутлару, да? Я надеюсь, холодно не будет. Да. Кто-то не взял свою шубу, потому что подумал, что зачем она там надо. И уже переживает сидит, да? Ну, 1 градус за бортом. Как-то не весело пока. Твою шубу пока тебе не будет, если что, поносит. Моль, моль будет носить. 1370 метров над уровнем моря. Короче, мы поднимаемся, походу, в перевал. Градусов 0. Туманище, дикий. Так, 1420 метров мы поднялись. Слушай, мы не в космос поднимаемся? В горы? Вообще планировали на море. 1520 метров. Слушай, страшно. Мы когда спускаться начнем? Горячий туман, ничего не видно. Что это такое? Спокойствие. Только спокойствие. Мы едем в какую-то коню. Сейчас мы на коню перетянем. Перетянем на коню. Моль красный. Кстати, да, вот мы сегодня за день пробежали ровно 600 км. Короче, за одну минуту рассеялся туман. Поведнились горы. Вон тут пассажиры подсказывают, что за этими горами Алания. Короче, это не предел. Я думал, что мы будем уже спускаться. У нас уже 1830 метров. Но тут вроде море. Я смотрю, мы еще поднимаемся. У нас шеристы такие серпантины. Дорога мне чем-то напоминает подъем в Ялте. Из города Ялта на гору Ай-Петри. Вот что-то прям такое уже. И бывает такое, что по две стороны какие-то обрывы сумасшедшие. Но у нас хоть на подъемной Петри какие-то ограждения из бутовой кладки, а здесь нифига такого нет. Только опять эти палочки светящиеся, не понимаю, нахрена торчат по одну, по другую сторону дороги. Типа если разметки не видно, или снегом засыпал, у вас там палочка-то торчит, что ли, кусочек ее. Сейчас как-то плохая дорога. Наверное, поэтому. Сейчас варенную. Сейчас. Да, дороги еще те. Проехали указатель 15 километров до города, до Улани. Отметка от уровня моря 140 метров. Температура за портом видим 12,5 градусов. Вот наш жилой комплекс. Подъезжаем. Где бы я еще увидел российские номера? Так, кто еще здесь? Пирсон, впереди, Пирсон. Паскинские номера. Смотри, Пирсон. Так. Смотри сюда. Днепропетровск. О, ну смотри. Пирсонские номера. 168 регион. 178. Короче, вот вы где все. Вот, друзья, вы где все, да, оказывается? Короче, если черная машина и джип, сто пудов российские номера. Смотрите, вот Порш стоит. Почти российские. Поршaton, знаете, как служба св alike. Поршу. Похоже. ВАЙ. 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 Субтитры подогнал «Симон»